Слово Божие Слово Божие Слово Божие Слово Божие Слово Божие Слово Божие которые производят какие-то действия, видимые действия, особенно сила, когда мы молимся, мы видим чудеса, особенная сила, когда мы понимаем, что Бог с нами, мы сильны, и мы можем больше делать. Вы знаете, что очень важный такой момент, о чем я хочу первое место прочитать, это 2 Коринфянам 12 глава 9 стиха. Вообще, эта история начинается так, что Павел говорит, у меня было много откровений, но из-за того, что я, чтобы не возгордился чрезвычайно, Бог послал некие искушения, некое присутствие, которое не давало мне, напоминало мне о том, что я немощный человек. Это очень интересно и сильно. Поэтому в 9 стихе апостол Павел описывает слова Господа, которые были обращены к нему. Он сказал, но Господь сказал мне, посмотрите, это не кто-то другой, Господь ему лично сказал. Здесь есть некая тайна, некий секрет в нашей силе, духовной силе, когда Бог проявляется через нас. Мы думаем, нужно много этого, много того, много третьего, если вот тот помолится за меня или тот помолится за меня. Но секрет очень простой. И я вам сегодня попробую раскрыть этот секрет. Я попробую, чтобы мы сегодня увидели, что хочет Бог от нас, как хочет, чтобы мы двигались, и что Он вообще предусмотрел для нас. Кто я такой во Христе Иисусе? И что за сила через меня действует? И в чем секрет этой силы? Аллилуйя! Посмотрите, но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда сейдем. Вот где секрет кроется. То есть, смотрите, такие слова, которые сказал апостол Павел, может сказать только человек, который посвятил свою жизнь Господу. Вы знаете, быть верующим, это еще ничего не значит. Почему? Потому что, если мы верующие, то мы должны понимать, что это такое вообще. И знаете, первое, что, когда мы становимся верующим, я вот такую формулировку тут написал, посвященная Богу жизнь определяет наше призвание и открывает секрет духовной силы. Почему? Откуда это все начинается? В Новом Завете мы призвание людей. В Ветхом Завете это были Назареи. Назарейство – это посвященная жизнь. И если человек обратился к Господу, покаялся в своих грехах, приобрел его любовь, приобрел его присутствие, наполнился его духом, получил крещение духом святым, на этом он остановился, у него будут проблемы с пониманием такого силы. Потому что мы не должны работать на то, чтобы иметь силу. Мы должны работать на то, чтобы быть зависимы от Господа. Мы должны работать на то, чтобы мы имели призвание. Потому что каждый христианин, когда Бог призывает, он дает призвание. И призвание его не проявляется тогда, когда мы вот такие вот в духе, такие в силе, а когда мы понимаем, что я ничего не могу делать без Христа. Я сегодня говорю об очень важных вещах, и я хочу, чтобы каждый из нас понимали это. Потому что без Духа Святого невозможно жить в христианской жизни. И Диане, 1 глава, 8 стих, говорит, 1 глава, 8 стих, говорит, братья и сестры, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самаре, и даже до края земли. Почему? Потому что когда сходит Дух Святой на нас, мы понимаем, что мы без Духа Святого ничего не можем делать. И тогда открывается некий источник внутри нас. Есть какой-то секрет в этом, и секрет в это кроется в том, что мы не надеемся на свои собственные силы. Мы уповываем полностью на Господа и двигаемся в Его призвание. Почему? Потому что, смотрите, я еще раз говорю, посвященная Богу жизнь определяет наше призвание и открывает секрет духовной силы. Это очень важно. Когда вчера молился об этой теме, Бог открыл мне эти моменты. Потому что если мы приняли покаяние, мы не посвятили свою жизнь Богу, мы не поймем свое призвание. Знаете, когда пришел Господь, это шестая глава книги Судьи, когда Господь пришел к Едеону, он сказал, укрепляйся, муж сильный. Он не пришел, он ему абсолютно не подошел, не сказал, ты что спрячешься, что такое, в чем вопрос, выйди. Нет, он сказал, муж сильный. Почему? Потому что, как раз таки, Гедеон внутри себя понимал, чтобы делать что-то для Господа, нужно присутствие Бога. Чтобы что-то делать Господа, невозможно это делать без Него. Без Духа Святого невозможно исполнить призвание. Поэтому, когда мы хотим, когда мы хотим иметь призвание, когда мы хотим что-то делать для Господа, мы должны посвятить свою жизнь Богу. Или многие сидят дома, у них ропот, обида, недовольство. Почему это делают? Почему я не могу? Почему это жертвует? Почему у меня нет финансов, чтобы жертвовать? Вы знаете, очень важный такой момент. А посвятили ли ты свою жизнь Богу? Сперва мы должны посвятить свою жизнь Богу. Потом все, что мы имеем, тоже должны посвятить Богу. Потому что, когда мы что-то отдаем Господу, мы этим даем возможность Богу работать в нашей жизни. Потому что, Божий Дух говорит, Иисус сказал своим ученикам, как только сойдет на вас Дух Святой, вот тогда будет у вас сила, вот тогда будет у вас помазание. Вот здесь секрет духовной силы. Многие думают, а почему у этого человека есть сила? Почему этот молится и сила? Нет, мне надо, чтобы этот человек именно молился. Почему? Потому что что-то видят, что-то понимают, мы что-то понимаем, и мы должны это понять, что вот это, почему? Потому что посвященная жизнь. Бог просит, или повылевает, чтобы посвятили свою жизнь Богу, и тогда будет духовная сила. Однажды мы были в посте с Розаной, мы шли на работу, мы работали в Краснодаре, на высшем рынке, и мы, когда шли на работу, мы увидели, ну, там, толпу людей, которые стояли, о чем же переживали, там, за что-то переживали, они смотрели, там, одного молодого парня, который тоже работал на рынке, и смотрели на него, а он, у него был приступ эпилепсии, и он там, его так вот крутило это, пеносом так крутило, мы были в посте, это было такое, очень интересное проявление Божьей силы, и когда мы подошли к нему, первое дело, то, что было, или первая реакция наша, мы начали за это молиться. Почему? Потому что мы понимали, что на нас Дух Божий, мы понимали, что мы имеем этого Духа, мы понимали, что это не наша сила, это Его Дух будет это делать и двигаться. И когда мы начали молиться, прямо видимым образом было проявление этой силы демонической, которая мучила этого человека, и Дух Божий коснулся этого человека, и он освободился. Конечно, все увидели этот момент, все посмотрели, удивились, и все произошлись, как будто никому ничего не интересовало. Но этот парень потом подошел ко мне и говорит, что это за сила? Вы знаете, я ему говорю, это Иисус Христос, прими Его в свое сердце, и Он тебя благословит, Он тебя освободит, теперь живи в этой свободе. О чем я хочу сказать? Братья и сестры, каждый из нас имеет эту силу. Секрет только в том, как мы хотим, чтобы это проявлялось, что мы хотим от этого иметь, для чего нам нужна эта сила, потому что секрет этой силы в немощах наших, не тогда, когда мы такие, ну, духальки, можно такое слово использовать, но тогда, когда мы зависели от Господа. Вы знаете, однажды я шел, опять-таки с работы, это был вечер, уже вечерное время, я иду, смотрю, люди все доходят до определенного места на обочине, а потом поворачиваются, выходят на проезжую часть и обходят это место на обочине, определенный кусок обочины, и я подошел, думаю, что там интересно посмотреть, я смотрю, там какая-то бумага валяется, и все боятся этой бумаги, вы знаете, внутри нас есть помазание, внутри нас есть сила, в каждом из нас, в каждом, самый немощный в церкви может сказать, что он силен, потому что, не потому что он силен, а потому что Дух Божий прибывает в нас, Дух Божий внутри нас, мы призванные люди, мы назови Бога, в Ветхом Завете призванные люди, они назареями назывались, а в Новом Завете это призвание, посвященное жизнь Богу люди, если ты такой человек, знай, ты если даже немощцу чувствуешь, это не имеет значения, Дух Божий, Духу Божьему легко работать, когда ты немощный, Духу Божьему легко работать, когда ты понимаешь, что это не твоя сила, а Он, Он, всемогущий Бог, Который живет внутри тебя, Которого ты посвятил свою жизнь, Он будет двигаться и творить то, что Ему угодно. Понимаете, очень важный момент, когда пришел Гедор, он говорит, Гедор, он говорит, Господи, как? Я вообще и такой, и такой, и такой. Все качества, которые он назвал, как раз это и выгодно было Господу. Вот давайте откроем в шестую главу, книга Судьи, шестая глава, это очень, давайте просто, это очень интересно, поэтому я хочу это прочитать. Это очень важное место, шестая глава, смотрите, Гедор сказали ему, это тринадцатый стих, шестая глава, тринадцатый стих, Господи, Господин мой, если Господь с нами, послушайте, то отчего постигло нас все это? То есть это состояние сердца, это сердце, которое переживает за что-то, и Бог говорит, иди с этой силой, а Он говорит, как я спасу, это пятнадцатый стих, как я спасу, Израиль, вот я, племя мое, в колене Монасиным, самое бедное, и я в доме отца моего, младший, и сказал ему Господь, я буду с тобою. Вот, где секрет духовной силы, я буду с тобою. Это очень важно, братья и сестры. Если мы прочитаем Римлянам восьмая глава, давайте откроем Римлянам восьмую главу, сейчас я быстренько открою, Римлянам восьмая глава, тридцатый, тридцать первый стих, это очень-очень важные моменты. Вот посмотрите, Бог говорит о призвании тут. Ибо кого он предузнал, теми предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Это двадцать девять, тридцать, тридцать один. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? То есть, если Бог за нас, он говорит, Гедеон, я буду с тобою, если Бог за нас, то какая разница, кто против нас? Тот, который дальше продавляет, тот, который сына своего не пожалел, но отдал за нас, как с ним не дарует все победы этого мира, как с ним не дарует и не откроет секрет той силы, той духовной силы, которая есть в нас. Знаете, братья и сестры, очень важно, чтобы мы четко понимали эти вещи. Никто не может нам это открыть, если мы сами не захотим этого иметь, через посвященную нашу жизнь, потому что посвященная Богу жизнь определяет наше призвание, насколько мы посвятили. Например, этот царь был хороший, он разбил все истуканы, всех идолов убрал, но высоты оставили. У каждого из нас есть такой момент, когда мы что-то оставляем. Бог говорит, стопроцентное посвящение, стопроцентное благословение, стопроцентное посвящение, стопроцентное зависимость от Господа. Это очень важные моменты, потому что Дух Божий сегодня говорит в нас. Дух Божий сегодня хочет действовать через нас. Люди сегодня ждут реальных христиан, которые станут и скажут, Бог реально изменил мою жизнь. И вы представляете, я подхожу к этой бумаге, и все удивительно смотрят на меня. я поднимаю эту бумагу, я смотрю, там написано слово проклятие. Но тот, кто в нас, сильнее того, кто в этом мире, никакое проклятие в нашей жизни не будет действовать, если мы зависимы от Господа. Если я посвятил свою жизнь Богу, никакое проклятие не будет действовать в моей жизни. в 90-м псалме говорится так, как ты сказал, Господь упование мое, не приключиться. То есть ничего не будет, никакого приключения с тобой не случится. Ты будешь в безопасности. У тебя будет власть наступать, у тебя будет власть наступать, у тебя будет власть жить, у тебя будет власть, потому что секрет нашей силы это полная зависимость от Господа, это посвященная жизнь. Многие ищут силы, многие идут к каким-то собраниям, многие идут и хотят чтобы от кого-то что-то получать. Запомните, это новый завет, это новый завет, где нужна посвященная жизнь, это новый завет, где нужно назарейство, это новый завет, где нужно призвание, чтобы работала сила Духа Святого. Но призвание мы никогда не сможем получать, потому что есть препятствия, призвание нельзя получать просто так. Самый ярый враг призвания, это непослушание. Самое первое призвание, это послушание, послушание Богу, послушание Его Духу. Вы представляете, вы поймите, я подошел и взял эту бумагу, посмотрел, для меня эта бумага была пустым листом, для меня эта бумага не являлась какой-то страхом или силою, для меня это была обычная бумага, обычные слова, почему? Потому что сила Духа Святого обитает в каждом из нас, без сила Духа Святого эта бумага напугала меня, я взял, порвал эту бумагу, выкинул туда и прошел, и все прошли после меня, как будто ничего и не было, вот такой народ, понимаете, вот такие люди, халлилуйя, нужен человек, нужен тот, который придет и скажет, не будет этого, во имя Иисуса Христа, не будет этого, будет благословение, мой дом благословится, моя страна благословится, моя улица благословится, моя семья благословится, мои дети благословятся, почему есть сила в наших словах, потому что мы посвятили свою жизнь Богу, халлилуйя, церковь, ободритесь, если ты посвятили свою жизнь Богу, просто ты можешь сегодня, в этот день, в этот воскресный день, просто внутри своего сердца поблагодарить Господа за ту силу, которую тебе дал, даже если ты себя чувствуешь немощным, послание Павла говорит, вот как раз таки тогда, когда я немощен, иногда в обидах, иногда в гонениях, иногда в различных ситуациях и обстоятельствах, тогда я сырел, это очень важные моменты, понимаете, Иисус говорил своим ученикам, Лука 10, 19, даю вам власть, давайте откроем, Лука 10, глава 19, стих, посмотрите, все даю вам власть, наступать на змеи, скорпионов, и на всю силу вражий, и ничто не повредит вас, и ничто не повредит вас, но вы за это не радуйтесь, потому что есть нечто большее, однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, вот в чем наша радость, многие зациклились на то, чтобы какие-то духовные проявления увидеть, вы знаете, это очень мощно, это очень правильно, когда мы молимся, должны быть проявления, когда мы молимся, дьявол должен подчиняться, да если должны подчиняться, когда мы молимся, враг должен уйти, но не это наша радость, это не основа нашей христианской жизни, основа нашей христианской жизни, это то, что имена наши записаны в книге жизни, то есть я посвятил свою жизнь Богу, я не просто покаялся, я не просто крестился, я не просто ищу каких-то духовных проявлений, я ребенок Божий, мое имя записано в книге жизни, про меня Бог пишет памятную книгу, что я полностью зависим от Него, посмотрите, Он говорит, Он же сказал, Иисус им сказал, все даю вам власть, наступать, посмотрите, на змей, и скорпионов, и на всю силу вражу, Он не сказал, вот эта часть можете, а вот эта нет, Он сказал, на всю силу вражи, вражу, и ничто не повредит вас, ничто это ничего, то есть для Него, вот этот духовный, бесовской мир, это ничего, а мы его дети, брат, сестра, это ничего, пусть не повредит тебя, и дальше Он говорит, однако же, вы понимаете, это ничего, в этом нет никакой, ну, ну, суть, Иисус просто проходил, он даже не обращал на это внимания, Он просто говорит, листились, освободись, прозри, поговори, заговори, встань, талифа куми, откройся глаза, все, вот это, но это его, ну, как бы это просто, это обычная жизнь, христианина, а он говорит, ты скажешь, ты что говоришь, да, да, проверь свою жизнь, если ты посвятишь свою жизнь Богу, вы знаете, я могу много чудес рассказать, которые и вчера, и сегодня будут еще, и позавчера были в моей жизни, просто вопрос в том, что зацикливаемся ли мы на эти чудеса, или радуемся, когда имена наши записаны в книге жизни, вот состояние настоящего христианина, состояние сердца христианина, что вот это благодарное сердце, Господь, я радуюсь, ты мое имя записал в книге жизни, и тогда сила, и тогда он не может, и тогда крепость, а мы, Матфея 10,11, давайте откроем, братья и сестры, это очень важно, смотрите, 10 глава, 11 стих, первый стих, извините, призвав 12 учеников своих, смотрите, слово, первое слово, вот посмотрите внимательно, призвав, вот, призвав, призвание, назовище, посвященность, призвав 12 учеников своих, он дал им власть, над нечистыми духами, чтобы изгонять их, и врачевать, всякую болезнь, и всякую немощь, братья и сестры, я еще раз считаю, призвав 12 учеников своих, он дал им власть, скажи, власть, чтобы изгонять их, и врачевать, всякую болезнь, и всякую немощь, всякую болезнь, всякую немощь, есть болезнь, есть немощь, есть естественная болезнь, есть демоническая атака, которая приносит немощь в нашу жизнь, но и то, и другое подвластны духовному человеку, Бог сказал, он призвал, он не призвал кого, он не прошел по улице, увидел кого-то, говорит, иди сюда, вот возьми, исцели кого-то, нет, он призвал апостолов, он призвал тех, которые были уже его учениками, он призвал тех, которые посвятили своей жизни Богу, и после этого, когда он их призвал, он сказал, посмотрите слова, он дал им власть, над нечистыми духами, чтобы изгонять их, и врачевать, всякую болезнь, и всякую немощь, вот читая эти слова, мы очень часто акцентируем на тот момент, чтобы изгнать, врачевать, но здесь Бог первый акцент ставит, призвав, то есть призвание, а от чего зависит наше призвание, я еще раз прочитаю это, то, что Бог дал вчера мне эти слова вечером, посвященная Богу жизнь, определяет наше призвание, и открывает секрет духовной силы, я еще раз, напишите это у себя, посмотрите, я буду смотреть на эту цитату, или на этот момент, то, что я написал, потому что после покаяния, если ты не посвятишься, я когда-то говорил об этом, если ты не посвятишься свою жизнь Богу, ты будешь просто, просто ты, просто, это тормоз, это тормоз, все, ты ничего не поймешь от духовной жизни, и посмотрите, посвященная Богу, жизнь, которые медленно пишут, посвященная Богу жизнь, определяет наше призвание, и открывает секрет духовной силы, то есть, если мы уже посвятили свою Богу, жизнь Богу, приняли это призвание, то Бог вооружает нас, аминь, Он открывает секрет, то есть, дает тебе ключ, говорит, вот, вот машина, вот ключ, теперь заводи и двигайся, аминь, посмотрите еще дальше, призвание после посвящения, если нет послушания, то оно не будет работать, мы можем посвятить свою жизнь Богу, мы можем найти призвание, но здесь, вот это посвящение, нас немножко, как бы, как бы ставит во второй план, то есть, как будто мы уходим куда-то, и получается, что нужно, здесь нужно уже послушаться, ну, как послушаться, если это жена, мужу, если это дети, родителям, если это член церкви, то служителям, каким образом, есть домашний пастор, вы понимаете, что вы находитесь на правильном месте, вы понимаете, что это духовный родитель, это опекун духовный, вы даже не послушать, потому что любой домашний пастор, он прошел определенный путь, посвятив свою жизнь Богу, получил призвание, и у него есть некий секрет, у него есть сила в молитве, и вот здесь послушание, не ради, не ради этого человека, что он домашний пастор, поэтому надо послушаться, а потому что я посвятил свою жизнь, вы понимаете, нам надо кое-что поменять, почему я послушный? Потому что я работаю на свое призвание, Мое послушание помогает моему призванию, не для кого-то я послушный, а для самого себя, чтобы иметь, чтобы войти, чтобы приобретать эту ненуж, которая помогает мне войти в мое призвание. То есть я послушный не ради кого-то, а я послушный ради самого себя, ради того, чтобы иметь Господа и отношения с Ним. Не знаю, может быть, ты сейчас слушаешь и говоришь, как так? Вот посмотри, попробуй. Он говорит, идите вкусите, посмотри, не благ ли Господь? Ну попробуй, попробуй, повиновайся. Многие думают, ну как повиноваться? Он ничего не понимает, он не помазан, он не хороший пастырь, он хороший пастырь. Да кто дал это определение? Ты строй отношения с Богом, но когда ты строишь отношения с Богом, ты правильно поступишь со всеми людьми. Павел как раз так и говорит, и гонение, и то, и третье, и четвертое, но в этом моя сила, я этим хвалюсь, в этом моя сила. Это 2 Коринфянам 12 глава 9 стиха. В этом моя сила. Вы понимаете, о чем он говорит? То есть проходя через эти трудности, проходя через эту жернову, я приближаюсь к Богу, и Богу легко через меня работать. Это есть секрет моей духовной силы, потому что это очень важно. Ладно? Что? Почему у человека не действует эта духовная жизнь? Да двойная жизнь. Почему человеку трудно смириться? Почему человеку трудно послушаться? Потому что двойная жизнь. Посмотрите, для меня хороший пример Самсон. Он повазанник Божий. Назарей. Бог дал родителям откровение, что у вас родится сын. Но он будет Назареем. Этого, этого, этого. То есть вина из секира, водки вина, чтобы и они не пыли, чтобы он не пыли, и чтобы волосы не стригли. Это был знак Назарейства. Это была тайна перед Богом, потому что никто не знал об этом. Если бы знали об этом, давно бы срезали бы его волосы. Эта тайна была известна только ему. Он должен был строить отношения с Богом, не жить двойной жизнью. Помогите, Бог дает каждому из нас особое откровение о своей жизни. Это тайна, это никто не знает. Если мы сами не будем растачать просто так. Если христиане, они растачивают свою жизнь просто так, пустую. Потому что они поняли, что Бог дал им что-то. Но они не могли этого держать. Только потому, что у них двойная жизнь. А Библия говорит, кто любит этот мир, тот становится врагом Богу. То есть двойная жизнь, это грех христианина. Вот только грех нас отделяет от Господа. Грех, который человек не покаялся. Что такое покаяние? Это стопроцентный поворот от одного ситуации к другому. Двойная жизнь. И представляете, он то одну увидел, женщину полюбил, потом другую, потом туда вошел и ворота взял, поднялся. Да, сила есть, но сила есть, как говорится в народе, то ума не надо. Нет, братья и сестры, это очень важно, очень серьезные моменты. Очень серьезные проблемы у христианина, который живет двойной жизнью. Наши жизни, если мы посвятили Богу все, Слово Божие говорит, вы умерли для себя. Ваша жизнь сокрита во Христе. Это очень важные моменты. И однажды он полюбил одну женщину по имени Долида. Это прообраз этого греховного мира. И что он делал? Он все время лежал у него на колене. То есть он свое наслаждение, он свое утещение находил на коленах Долиды. Многие христиане, они хотят сыру, они хотят какие-то моменты, они говорят, и у них громкие слова. Но у них привычка отдыхать в этом мире, а не у ног Христа. И знаете, что я хочу сказать? Самсон однажды лежал, и вдруг до Долида пришли другие филистимляне, враги, и сказали, слушай, узнай, в чем же его сила? Вот первый вопрос, который Долида спросила у Самсона, это были такие слова. Давайте 16, 6 прочитаем. 16 глава, 6 стих. И сказала Долида Самсону, скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Вот, пожалуйста, в чем сила твоя, в чем секрет? И он говорит, если мы 16-17 прочитаем, и он открыл ее, все сердце свое, и сказал ей, бритва не касалась головы моей. До этого никто не знал, это было тайное его отношение с Богом, это была та тайная комната, которая была сокрыта в нем, и он ей открыл сердце. Вот этого и мир хочет, этого и хочет враг, чтобы мы открыли, почему он говорит, не молитесь на языках, потому что он не понимает, что мы говорим Богу. Это наш язык с Богом, он ненавидит языки, потому что он не понимает, это секрет для него. И здесь он открывает этот секрет, как бритва не касалась головы моей, ибо я призванный Божий человек, я назарей, назарей Божий, от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаю слаб и буду как прочие люди. То есть уйдет по Мазани, и знаете, первое, что сделали филистимляне, когда его поймали, они выклили ему глаза, то есть он стал слепим. Многие христиане сегодня ослепили, ослеплене, они не знают, что делают, они знают, куда идут, они как будто враги креста Христова, они как будто враги всех служителей, у них закрыто. Это почему? Дьявол ослепил, потому что сердце было открыто для этого мира. Это брудодеяние, это дружба с этим миром, оно противится Богу. Какой вывод? Какой вывод? Если ты посвятишь свою жизнь Богу, оставайся верным до конца. Молись, постись, будет трудно, но знай, в твоих трудностях твоя сына, потому что Бог будет тебя поддерживать. Главное, подними глаза перед Господом, скажи, Господь, я смиряюсь перед тобой. Вывод один, не живи двойной жизнью, посвяти себя, свою жизнь Богу, потому что ты ничего не поймешь ни там, ни тут. Ты будешь чужим среди своих и свой среди чужих. И это не будет жизнью, это тебя замучает, это тебя порвет, это тебя прорвет. Поэтому, вот делая вывод, я хочу сказать такие слова, давайте быть зависимым от Господа, давайте будем верными Ему. Братья и сестры, как бы ни было тяжело, запомни, Бог тебя любит, Он тебя выведет, Он тебя вывел, Он тебя и ведет. Он, Он говорит, я сам, я буду помогать тебе, главное, будь на моей стороне, главное, пойми, не суть в том, что бесы повинуются еще. Я хочу, чтобы ты понял, вот этот суть, твое имя записано в книге жизни. Дьявол пытается, чтобы ты этого не понял, а если ты этого не поймешь, все остальное это ничто. Я вас благословляю, братья и сестры. Хочу подвести итог. Не смотри на твое состояние, не смотри на свои немыши, посмотри, какое отношение у тебя с Богом. Проверь сердце, посмотри, как ты проявляешь верность к Нему, потому что Он верный Бог. Посмотри, какие ошибки ты совершаешь, проверь свою жизнь, как ты двигаешься перед Богом, остановись на путях твоих. Посмотри, первый показатель, это твоя семья, посмотри, что творится в твоей семье, посмотри, что творится. Второе, это твоя голова, твои мозги, твой разум. Посмотри, что в голове твоей творится. Третье, это твое стремление. Посмотри, куда ты стремишься, что ты хочешь. Пусть враг не обманывает нас. Если даже мы немощны, но мы сильнее. Потому что Бог говорит, моей благодати хватит. Дедео, иди с этой силой, потому что я буду с тобою. Даже если ты мал в коленах твоей, даже если еще ты ничего не понял, я буду с тобою. Да, ты можешь мне проверить. Попробуй, ты увидишь, какая сила. И секрет духовной силы. Это не просто, чтобы кто-то молился. Секрет, это хорошо, я не против, поймите, я не против. Просто я открываю. Это равно того, что ты купил машину, но ключ. Ключа тебе еще не дали, машина еще не твоя. Вот когда дадут ключ, тебе будет видно, как это работает. Вот секрет нашей духовной жизни, наша посвященность, наша верность, наша искренность перед Господом. Чтобы мы не жили двойной жизнью. Это очень опасно. Это очень опасно, братья и сестры. Многие придут и скажут, Господи, Господи, не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Он скажет, я вас не знал. Поэтому и говорится, Евангелие от Матфея, что он придет, разделит овец от козлов. Разделит овец от козлов. У тех была посвященная жизнь, у них, у одних не была посвященная жизнь. Во имя Иисуса Христа я благословляю каждого из вас. Пусть Дух Божий сегодня работает с тобою. Пусть, вы знаете, что есть вот такие проповеди, которые говорят о нашем отношении с Господом. Сегодня очень мало, очень мало, потому что люди думают, если я покажется, то у меня основа это процветание, у меня должно быть много денег, у меня должно быть хороший дом, хорошая квартира, все у меня должно быть хорошо. Вы знаете, я не против этого, поймите, хорошо, но есть нечто большее и лучшее. Мое имя записано в книге жизни. Если ты это не понял, все остальное ничто. Я благословляю вас, братья и сестры. Пусть Божий Дух сегодня работает с нами и дальше ведет нас. Я благословляю вас, Церковь, каждого человека, который имеет внутри себя вот это понимание, что он самый слабый. Как раз Бог к тебе и приходит, говорит, не бойся, я с тобою. Я вас благословляю. Хочу, чтобы мы вместе помолились и поблагодарили Господа. Во-первых, что Он всегда с нами. Во-вторых, что наши имена записаны в книге жизни. И в-третьих, мы имеем власть. Наступать. Все даю вам власть. 10-19. Лука 10-19. Иисус сказал, я даю вам власть. Все, благословляю каждого. Давайте помолимся. Отец мой Небесный, я благодарю Тебя, Господь, что Ты в моих немышах не оставляешь меня. Что Ты со мной, Господь, всегда. Я полностью зависим от Тебя. Я Твой, Господь. Я знаю и понимаю, Боже, что моей силы не хватит для христианской жизни. Моей силы не хватит для святой жизни. Поэтому я принимаю то, что Ты сказал, Дианя Святых Апостолов 1-8. Сойдет на меня Дух Святой, и я приму сыру. Я благодарю Тебя за Духа Твоего Святого, который никогда не оставляет меня. Я благодарю Тебя, Господь, что имя мое записано в Твоей книге жизни. Я благодарю Тебя, Господь, что я дорог в глазах Твоих. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты призвал меня и дал мне сыну, дал мне власть над бесами, над болезнями, над ситуациями, над обстоятельствами. Что Ты сделал мне головою, а не хвостом. Я благодарю Тебя, Отец. Я принимаю то положение, которое я имею во Христе Иисусе. Ибо Слово Божие говорит, что я уже посажен в Нем на небесах. Я принимаю это благодать. Я принимаю эту силу. Я принимаю, Господь, общение с Тобою. Я принимаю, Боже, Твою любовь. Я благодарю Тебя, Господь, и благословляю Твое великое и сильное и могущественное имя, мой Спаситель, Иисус Христос, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Прославьте Господа, братья и сестры, потому что это очень важно. И я верю, что Дух Божий через эту проповедь поднимет нас в это время и даст нам то понимание и силы, которое необходимо на это время. Благослови Вас Господь. Маран Афа. Маран Афа.